Здравствуйте дорогие друзья! На связи компания Axelot. Сегодня с вами буду я, меня зовут Владимир и мой коллега Андрей. Добрый день! Сегодня у нас с вами вебинар на тему контроль критериев товарной совестимости и выбора транспорта при планировании рейсов. Прежде всего предлагаю проверить качество связи. Ставьте огонечки. Если вам хорошо меня слышно, видно. Если есть какие-то проблемы с качеством звука или картинки, попробуйте отключить все, что потребляет интернет. Кроме нашего вебинара, перейдите конференцию, должно стать получше. По ходу мероприятия не забывайте задавать ваши вопросы. В конце встречи мы обязательно на них ответим. По таймингу вы сейчас видите на экране. Постараемся уложить 40 минут. И пока мы не начали и ждем подключения тех, кто опаздывает, небольшой анонс. 15 ноября мы проводим конференцию в Ростове-на-Дону. Приходите по ссылочке на наш сайт, регистрируйтесь, приезжайте. Ждем вас. Будем рады повидаться и вживую пообщаться. Будет интересно. Ну, предлагаю начинать потихоньку. Остальные уже подтянутся. Но, тем более, запись мы потом выложим на наш канал. Итак, мы с вами живем в интересное время. Новые реалии подкидывают бизнесу новые, более сложные задачи. Клиенты, например, сети хотят не просто получить товар вовремя, но еще и получить его, например, в определенной машине. То есть это с гидропортом, либо определенных каких-то габаритов. Получить его от определенного водителя, например, с наличием санитарной книжки. Чтобы в кузове лежало только то, что может лежать в одном кузове. То есть это обеспечение товарного соседства. Например, чтобы не было каких-то продуктов, которые сильно пахнут, и тех, которые, наоборот, хорошо впитывают запахи. И бизнесу приходится под это подстраиваться. Ведь если ты не будешь гибким, то конкуренты быстро тебя сожрут. А клиентоориентированность и сервис вышли на передний план. Но сервис, это, безусловно, круто, но не надо забывать о том, что удовлетворять требования клиентов – это дорого. Зачастую реализация сложных клиентских требований приводит к тому, что утилизация транспорта снижается, компания отправляет полупустые машины, лишь бы их не завернули на выгрузки. Это кратно повышает расходы на транспортную логистику, что, в свою очередь, ложится на себестоимость товаров. Но ведь среди нас нет монополистов. Никто не может бесконечно повышать стоимость товаров, чтобы оставаться конкурентоспособным, не заделять ценники. Приходится искать пути оптимизации расходов. В связи с этим многие компании сейчас расширяют товарную матрицу, ищут новые рынки сбыта. И возьмут не только свой груз, но и груз соседа. Теперь давайте прикинем, насколько сильно это усложняет процесс планирования рейсов. Я абсолютно представляю, какие трудозатраты логистов могут быть в ситуации, когда необходимо распланировать тысячу заказов, соблюсти все требования и ограничения, если инструмент планирования – это условный ксэп. В этом случае подразделение транспортно-логистки становится узким горлышком, который мешает развиваться бизнесу. Хорошая новость заключается в том, что у нас давно уже есть решение, и сейчас Андрей расскажет более подробно, какой функционал в нашей системе решает вышеописанные проблемы. Андрей? Да, вам спасибо. Микрофон был выключен. Перейдем непосредственно к учету совместимости в системе ТМС, который позволяет нам быстрее и качественно спланировать рейсы и учесть различные свойства и ограничения по перевозке товаров, групп товаров в зависимости от их свойств. Соответственно, мы рассматриваем в данном случае товарное соседство в кузове автомобиля, то есть совмещение различных групп товаров, например, по категории, по температурному режиму, по каким-то их свойствам и так далее. Подбор транспорта как раз-таки по температурному режиму, то есть не только совместимость разных категорий товаров разного режима, но и подбор соответствующего автомобиля, который поддерживает данный температурный режим. Плюс к этому мы рассматриваем условия перевозки грузов, которые зависят от подбора конкретного транспортного средства под необходимую категорию. Ну, то есть, например, опять же, если это температурный режим, то это, допустим, рефрижератор для заморозки, это соблюдение температурного режима, например, для какой-то теплой продукции, например, горячая выпечка. И также рассмотрим ограничения подачи транспорта в точке выполнения работ с точки зрения ограничений самих точек, то есть условия контрагентов, которые должны выполняться при подаче к ним на разгрузку какого-либо транспорта. В первую очередь хотелось бы рассказать про сам способ решения данной задачи в системе ТМС. Этой задачей занимается наш программный продукт XILOTSCAP. То есть продукт как раз предназначен для решения задачи оптимизации логистических процессов в цепях поставок. Условно эта система состоит из некой платформы, то есть ядро, которое содержит в себе механизмы обеспечения работоспособности системы и набор плагинов, содержащий как раз такие алгоритмы, по которым выполняется оптимизация. То есть данный набор плагинов может развиваться, расширяться под необходимые задачи каждого заказчика, под необходимые задачи бизнеса. Что такое XILOTSCAP в ТМС? Это, во-первых, решение сложных оптимизационных задач с использованием различных плагинов, как я уже говорил. Это обогащение современного программного комплекса. То есть мы выходим уже на некий новый уровень, работаем с алгоритмами, с математической задачей. Это, естественно, демонстрация хода планирования. То есть мы видим результат планирования, результат подготовки данных к планированию рейсов, к планированию заявок в рейсы. И, соответственно, можем контролировать этот ход выполнения. То есть мы можем выбирать даже среди результатов планирования более подходящий для нас. Соответственно, это понятная интерпретация получения результатов. То есть мы видим в цифрах, какие мы получаем результаты, то есть рентабельные рейсы получились, нерентабельные, сколько их, количество точек, общий пробег по этим рейсам и так далее. Но, соответственно, это работа как раз-таки на стыке бизнеса и математики, с использованием эгоистических методов. Ну и также, конечно же, это вот возможность управления параметрами планирования, то есть мы на старте решения задачи задаем определенный набор параметров, которые мы хотим соблюдать при получении нашего результата. Сервис оптимизации позволяет выполнять планирование с учетом различных параметров, таких как совместимость, опять же, товаров, совместимость груза и транспортного средства, совместимость точек выполнения работы транспортных средств. Это также совместимость временных окон, это контроль географических зон, то есть ряд параметров достаточно широк и настройка очень гибкая в системе. Что, собственно, умеет SCAT и чем он нам поможет? Во-первых, это маршрутизация транспорта с учетом стоимостных показателей. Мы на этапе настройки системы задаем параметры, можно сказать, в рублях, и на основании этих параметров уже система подбирает наиболее выгодные варианты решения задач маршрутизации, то есть формирование на основании СДК-заявок какого-то количества рейсов, которые нам будут выгодны с любой точки зрения. Это, естественно, эффективные маршруты, то есть с учетом утилизации транспорта, с учетом минимизации пробега, стоимости и так далее. Сюда же входит грамотный подбор транспорта, то есть в зависимости от типа, от его свойств, от габаритных размеров, от каких-то ограничений. И, естественно, это подбор перевозчика, который удовлетворяет нашим требованиям по тарификации, то есть наиболее экономически выгодный нам перевозчик будет подбираться. Далее, это учет большого спектра ограничений при составлении маршрутов, то есть это, как я уже говорил ранее, это временные окна, это пропускная способность склада или площадок клиента, то есть точек разгрузки. Это может быть какой-то пропускной режим, ситуация на дорогах, пробки, в том числе совместимость товаров и так далее. То есть параметров очень много, которые можно учитывать. Естественно, самое главное в этом случае, чтобы у нас не страдала скорость планирования, то есть при использовании данного продукта мы снижаем скорость и, соответственно, время работы логиста на формирование рейсов достаточно хорошо. И если мы говорим про Excel какой-нибудь, например, то задача может выполняться в течение нескольких часов, а то и целый день на планирование, условно, 100 заявок в 10 рейсов, в зависимости, с учетом от различных ограничений, которые мы имеем. Данный продукт позволяет эту задачу решить в течение 10 минут. Также имеется подробный мониторинг процесса планирования, то есть мы в процессе подготовки решения задачи видим информацию о нехватке транспорта, о том, что какой-то транспорт у нас занят в других, возможно, рейсах или других перевозках. Мы видим информацию о повышенном спросе на конкретных участках, географии нашей доставки. Также видим финансовую информацию, в том числе о нерентабельности доставки. Чем нам все это может помочь? Во-первых, обеспечит максимальную утилизацию транспорта. Мы можем сократить количество привлекаемых транспортных средств. Если это будет собственный парк или это будут наемные транспортные средства, мы сможем уменьшить их количество и полноценно использовать на больший процент утилизации. И мы, соответственно, это снизить затраты на привлечение как собственного парка, так и привлекаемых транспортных средств. Далее, это обеспечит нам высокое качество сервиса. Это немаловажно. То есть мы нашим заказчикам, нашим покупателям обеспечим своевременную доставку, обеспечим сохранность грузов с учетом условий перевозки и хранения. А также это нам даст какую-то гибкость обслуживания и учет особых пожеланий клиента. То есть как раз-таки учет различных требований заказчика, покупателя по перевозке груза. Ну, естественно, это снижает трудозатраты логистов. То есть высвобождается время на более какие-то важные задачи, чем на планирование рейсов. Ну и, соответственно, позволяет легче переживать периоды повышенного спроса, повышенной нагрузки, исключает финансовые и преподавательные риски. Также обеспечивает своевременную реакцию ответственных сотрудников на изменение процесса. То есть какие-либо изменения в тарификации, в ограничениях своевременно выносятся в систему, и система сразу же начинает их учитывать уже при следующих процессах планирования. Ну, естественно, мы исключаем нарушение процесса доставки груза. То есть мы этот процесс контролируем, видим и можем, естественно, все это улучшить. Ну и перейдем, соответственно, к нашей теме сегодняшнего вебинара, да, это именно учет совместимости в Axelot SCAP. То есть это как раз-таки один из наборов параметров, которые учитывает SCAP при планировании маршрутов, при планировании рейсов. Учет совместимости можно разделить на, классифицировать, да, по уровню метода контроля и по уровню типа контроля. То есть что касается метода контроля, да, мы можем заводить настройки как по совместимости каких-то параметров, так и по несовместимости. То есть, ну, как бы разрешить или запретить, да, то есть возможные оба варианта. И также по типу контроля это звено-звено, то есть под звено мы здесь понимаем именно маршрут по заявке, да, какой-то, то есть из точки А в точку Б. По каждой заявке это мы принимаем как звено. Соответственно, это можно понимать как совместимость грузов одной заявки с грузами и другой заявки между собой в кузове одного транспортного средства. Может ли одна заявка перевозиться с другой заявкой в одном кузове. Второй тип контроля это звено-транспорт, то есть это как раз таки совместимость грузов-заявки с транспортным средством, с типом транспортного средства. И третий тип контроля это точка-звена-транспорт, то есть как раз на уровне точек выполнения работ и какой транспорт может обслуживать данные точки. То есть мы можем задать ограничения на подачу определенных видов транспорта в какие-то точки, которые требуют этих ограничений. Рассмотрим поподробнее каждый тип контроля звено-звено, то есть совмещение грузов-заявки между собой в одном кузове. Для примера это могут быть различные группы товаров, то есть какая-то бытовая химия, продукты питания, строительные материалы, допустим, товарно-штучная продукция, какая-то насыпная продукция. По этим категориям мы можем разграничить их совместимость в одном кузове, чтобы не ввести, допустим, бытовую химию и продукты питания в одном транспортном средстве. Также это температурные режимы, то есть, например, заморозка, какая-то охлажденная продукция или, например, свежая выпечка горячая должны перевозиться в соответствующих условиях. То есть мы их там вообще в принципе не можем смешивать между собой. Ну и, само собой, такие свойства грузов, как классы опасности, хрупкость, влажность и так далее. То есть тоже можем на этом уровне настроить параметры системы таким образом, чтобы мы не смешивали какие-то там грузы опасные, ядовитые, хрупкие или, наоборот, не хрупкие между собой. То есть система представляет возможность очень гибкой настройки данных параметров. То есть мы их сами можем придумать и, соответственно, сами установить их совместимость или несовместимость. Далее, следующий тип контроля. Так, прошу прощения, тут мы на скриншоте можем увидеть, как раз-таки на уровне заявки задается, например, категория товаров, продукты питания, к примеру, да, и там температурный режим охлаждения. То есть данные свойства мы можем задавать в произвольном порядке, как это требует наш бизнес, да, как мы это сами себе видим. То есть тут мы не ограничены какими-то конкретными терминами, то есть мы можем все это придумывать сами. Следующий тип контроля – звено транспорт, то есть сопоставление грузов заявки транспортным средством. Здесь требования могут быть какими? Например, требования к кузову автомобиля открытый, какой-то закрытый кузов, фургон, самосвал, там, рефрижератор и так далее. То есть мы на уровне заявки можем задать, что наш груз может перевозиться только, например, в самосвале. То есть это какой-то насыпной груз, там, либо это какой-то тарно-штучный груз, и мы можем перевозить его, допустим, в закрытом фургоне. Или это может быть, там, опять же, если мы касаемся температурного режима, то нам потребуется какой-то реф, то есть в зависимости от типа кузова. Опять же, про температурный режим. То есть здесь, возможно, несколько тоже вариантов. То есть у нас может быть транспортное средство, которое поддерживает один температурный режим, или мы можем его регулировать и, соответственно, подбирать из диапазона, да, под каждую заявку, под каждый рейс. Либо он может быть многосекционным, да, то есть несколько секций в автомобиле с разным температурным режимом и позволяет нам перевозить несколько различных, так скажем, грузов с разными температурными режимами в одном кузове. Также это может быть допустимая какая-то высота транспортного средства, ширина, его длина, ну, то есть по данной заявке, да, то есть это может быть требование к высоте, например, борта для разгрузки, погрузки. Или наличие гидроборта, то есть уже именно требования к самим транспортным средствам, или мы задаем это на уровне типов транспортных средств. Данные параметры у нас могут указываться, в принципе, на разном уровне контроля, да, то есть это либо это может быть по заявке или по грузовому месту, либо это может быть на уровне контрагента. То есть фактически, на самом деле, на уровне любого, так скажем, реквизита или свойства заявки на перевозку, которые мы зададим в системе. То есть, ну, например, это может быть какой-то вид перевозки или направление перевозки, или там где-то какие-то любые параметры, которые у нас есть. Ну, например, вот для контрагента мы можем задать, например, у нас контрагент Ашан, да, какие-то федеральные сети, мы можем задать к ним, по нему параметры, что к нему может ехать только, то есть по заявкам данного контрагента может ехать машина с высотой борта не менее один метр, то есть фандус позволяет только принимать такие автомобили и без гидропорта, так как с гидропортом он к этому фандусу не подъедет. То есть на уровне контрагента мы задаем такие ограничения. Далее, тип контроля, точка, звена, транспорт, то есть конкретные точки получателей или точки погрузки имеют ограничение на какой-то транспорт. То есть это может быть что? Это может быть географическое положение точки. Например, если мы рассматриваем, например, Москву, да, то в район Садового колеса, в центр, он говорит, у нас без пропуска допускается только автомобиль и грузоподобие сюда одной тонны. То есть это мы можем также задать в зависимости от географической зоны, положения нашей точки разгрузки. Или это может быть точка погрузки, не важно. Мы можем задать требования к пропускам на транспортное средство. То есть если пропуск на данной машине, если у нас пропуск требуется на уровне данной точки, соответственно, мы подберем соответствующий транспорт для посещения этой точки. Это, опять же, могут быть габариты транспортного средства. То есть там какая-то высота не может проехать, там есть какая-то стакада низкая или что-то еще. Или там, допустим, длина. То есть фура туда не подъедет, потому что ей там негде развернуться, нужна машина поменьше. То есть на уровне ограничений по размерам автомобиля. Ну, также возможен ограничение, допустим, по правилам дорожного движения на проезд грузового транспорта по каким-то определенным участкам дорог, то мы подбираем в эти точки только, допустим, легковой транспорт с какой-то пустиной. Опять же, набор данных правил может формироваться на уровне требований бизнеса. То есть, опять же, каких-то жестких ограничений здесь нет. Мы все эти правила можем, собственно, придумать в системе и их настроить соответствующим образом. Ну, вот, например, у нас есть ограничения по географической зоне. Мы настраиваем некую совместимость, то есть это геозона-центр и грузоподъемность. Обращу внимание, что написано, да, от одной тонны это все правильно, так как мы устанавливаем метод контроля несовместимость, то есть фактически запрещаем ездить автомобилем грузоподъемностью больше одной тонны. То есть, да, либо совместимость, либо несовместимость. Мы можем тоже с этим играть. Далее. Все вот эти правила, которые мы сейчас рассмотрели, они могут объединяться в некие профили совместимости, которые уже будут учитываться в решетку незадачи SCAP. То есть мы можем создать несколько таких профилей, объединить в них несколько различных правил и учитывать сразу несколько различных ограничений. То есть тут мы можем указать, допустим, все, что мы вот до этого рассматривали, в принципе, мы можем все это зашить в один профиль и использовать его при планировании. У нас может быть создано несколько таких профилей. Под каждую эту ситуацию мы выбираем, при планировании необходимых профилей и, соответственно, запускаем задачу оптимизации. И все наши требования будут учтены. Здесь, например, мы видим, что у нас есть требования к кузову транспортного средства, есть ограничения на совместимость товарных групп, это продукт, опять же, бытовая химия, и тот же самый проезд в центр зону Садового кольца в Москве на тип транспортного средства. То есть гибкость настроек очень высокая, соответственно, мы можем тут настраивать очень много различных вариантов. Ну и, соответственно, кратко про характеристики грузов заявок на перевозку, которые мы, опять же, можем здесь применять, какие мы можем их учитывать. То есть по категории товара, опять же, по второстным, это могут быть продукты, какая-то одежда, бытовая химия, строиматериалы, какие-то наливные грузы, да, то есть мы можем их разделять и учитывать их несовместимость или, наоборот, совместимость, да, опять же. Требования к транспортным средствам, да, то есть наливные, насыпные, самосвал может быть, да, там какой-то открытый кузов или цистерна. Для тарноштучных это фургон, крытый кузов или там это рефрижератор какой-то для соблюдения температурных режимов. Это могут быть опасные грузы, для которых нам необходим специальный транспорт. Опять же, требования к температурному режиму, то есть это может быть какая-то заморозка, охлажденка, это могут быть медикаменты, у которых температурный режим очень, так скажем, специфичный, там, вплоть до нескольких градусов, да, там, у каждых, у каждых групп медикаментов они могут быть разные. И в то же время от времени года, да, может зависеть, то есть мы, допустим, летом не можем возить при 30-градусной жаре какую-то продукцию в кузове, то есть нам нужно ее охлаждать немного, либо зимой мы должны соблюдать плюсовой режим температуры в кузове, соответственно, учитываем эти требования при планировании. Коллеги, здесь у меня все, дальше хотелось бы показать вам уже на примере системы, как это выглядит уже именно в ТМС, как мы это можем использовать и рассмотрим прям пример планирования нескольких заявок с учетом разных требований. Так, я сейчас включу демонстрацию экрана. Так, экран видно, можно дать обратную связь какую-то? Да, видно. Поставьте огонечки, если видно вам тоже, и мы тогда продолжим. Огонечки видим, ехали дальше. Итак, на экране у нас представлена как раз наша система Axelot TMS X5, и здесь я подготовил уже примеры по профилям совместимости, как это выглядит на примере заявок, и как это будет выглядеть на примере решения задачи оптимизации, решения планирования. То есть вот, например, у нас есть некий профиль совместимости, условно назван Москва, да, мы используем его для планирования доставки по городу Москве. Здесь мы задаем совместимость по типу кузова, то есть именно используем метод именно совместимости, то есть покажу так, на уровне звеного транспорта, это совместимость. Здесь мы все наши заявки должны, все наши грузы возить в закрытом кузове. То есть мы подбираем транспортные средства по типу кузова, закрытый ему фургон. Далее, параметры несовместимости мы задаем как по группам товаров, бытовая химия и продукты, то есть мы их не совмещаем, то есть мы их везем в отдельных автомобилях. В центр мы подбираем автомобили, грузоподобно, до одной тонны, то есть мы запрещаем въезд, то есть запрещаем совмещение, так скажем, геозоны и транспортных средств больше, чем тонны на таком вот уровне. И плюс температурный режим, где мы задаем, что мы не совмещаем, опять же, там заморозку какую-то и охлажденную продукцию. Ну вот на уровне заявок на перевозку, да, мы можем видеть здесь такие параметры по нашему примеру. Здесь несколько заявок с различной категорией товаров, во-первых, и различным температурным режимом. В то же время одна из заявок находится у нас как раз-таки в зоне Садового кольца, и мы должны туда назначить машину до одной тонны. То есть всю эту задачу сейчас у нас решает система нашего продукта XILOT SCAT, который является дополнением к системе TMS. Сейчас на экране мы видим список заявок на перевозку, то есть это в терминах пятой версии TMS, это планируемые маршруты, которые формируются на основании наших заявок, то есть это маршруты с точки погрузки в точку разгрузки. То есть у нас есть несколько заявок, опять же, со свойствами категории товаров, и температурного режима. Также, да, вот у нас одна из заявок находится на территории Садового кольца, то есть к ней тоже обраничение на транспортное средство. Что нам необходимо сделать? Всего лишь выбрать наши заявки, запустить команду планирования, то есть запустить задачу планирования SCAP, проверить параметры, которые мы выбираем. То есть в данном случае у нас на уровне профиля планирования мы задаем также профиль совместимости. он у нас вот здесь находится в варианте планирования. Соответственно, мы проверяем заполнение данных. Подготовка к решению, то есть система проверяет, все ли у нас с исходными данными в порядке, подготавливает решение, подсчитывает общие показатели по всем заявкам, то есть это их количество, куда они едут, сколько общей массы и так далее, и, соответственно, показывает, какой у нас транспорт доступен. То есть, опять же, да, либо мы можем посмотреть всем списком и общие данные по нему, и запускаем решение как раз-таки непосредственно нашей задачи, где мы получаем некий результат. Так, задача у нас выполнена, соответственно, на карте мы уже сможем сейчас увидеть сформированные рейсы. Их у нас получилось, вот как мы видим, в результатах три рейса. Так, переменим результаты. Обновляем форму и, соответственно, смотрим, что у нас получилось. То есть, у нас получилось три маршрута. Ну, вот так мы можем их там вывести на карту или не вывести. Вот. Здесь у нас получились заявки на бытовую химию, насколько я понимаю. Так, то есть, вот, допустим, по массе, да, можем даже посмотреть. 80, 83, 53. Ну, там, да, бытовая химия. Да, бытовая химия у нас есть отдельно, отлично. Заявка в центр и заявка дальше по Москве. Это у нас рейс на карте, также можем его посмотреть. Вот, по двум адресам. Здесь продукты питания, как я понимаю, и температурный режим. Так, это у нас 50, это 144, да, масса. То есть, это охлажденная продукция, да, для заявки, ну, соответственно, один температурный режим, одна категория товаров и транспортное средство, так как точка одна в центре, подобрана одна тонна. Здесь мы можем видеть, что у нас подобраны полутора тонны машины, хотя, в принципе, тут ограничений у нас нет. И один рейс уже на, я так понимаю, замороженную продукцию, да, на эту заявку, 2142, масса у нас. Соответственно, система поняла все эти ограничения и сформировала нам несколько рейсов с учетом, опять же, всех параметров оптимизации, которые у нас заданы. Вот. Таким образом, система нам как раз-таки помогает решать данную задачу. Это вот у нас заняло буквально, там, 10 минут, учитывая режим демонстрации, то можно это сократить еще даже до, не знаю, 2-3 минут, и у нас задача решена. В принципе, друзья, у меня на этом все. Владимир, передавите слово. Да, Андрей, верни, пожалуйста, презентацию. Так, экран я убрал, а вот. Так, друзья, многие, наверное, сейчас нас послушали, смотрели демонстрацию функционала и подумали, это все не про нас, у нас все намного проще, у нас нет таких требований, наши логисты прекрасно справляются со всеми задачами, а я скажу вам вот что. Никогда не знаешь, что будет завтра. Сегодня у вас есть опытные логисты, завтра их нет. Сегодня у вас 100 СКЮ, завтра у вас 1000 СКЮ. Сегодня вы не поставляете в сети, а завтра уже поставляете в сети. А может быть, вы до сих пор на текущем уровне развития, потому что, ну, просто не знаете, как решать задачи более сложного порядка. Поэтому инвестируйте в свой бизнес, друзья, занимайтесь автоматизацией, и будет вам счастье. А сейчас мы готовы ответить на все ваши вопросы. Продолжение следует...